Одним из популярнейших легковых автомобилей, который производился в СССР, является ЗАЗ-968, известный в народе как «Запорожец». Эту модель знали как одну из наиболее доступных и экономичных. Однако сегодня встретить на дорогах подобный автомобиль практически невозможно, запорожцы уже отслужили свое. Впрочем, некоторые автомобилисты практикуют восстановление отслуживших свой срок машин, включая и модели ЗАЗ, об одном из подобных проектов и рассказал в сети его автор. История модели ЗАЗ-968 начинается в далеком 1971 году, когда с конвейера запорожского автозавода сошел дебютный экземпляр данного типа запорожца. Производилась оригинальная версия малолитражного авто до 1979 года. После этого на заводе начали выпускать его модификации. Конечной датой ознаменовавшей окончание эры запорожцев, стала 15 апреля 1994 года. Именно в этот день с конвейера производителя сошла последняя модель, ЗАЗ-968М. Стандартно запорожец был оснащен 1,2-литровым двигателем, который развивал мощность в 45 лошадиных сил. В паре с ним взаимодействовала четырехступенчатая механическая коробка. Именно такой автомобиль и было решено превратить в достаточно оригинальный вариант. Причем речь шла не просто о внешнем улучшении запорожца, а о создании на базе советской машины полноценного спорткара, который мог бы принимать участие в различных гоночных заездах. Преображение ЗАЗ-968 в спортивную версию автомобиля происходило в гараже. Машина была разобрана, и автолюбитель приступил к преобразованию ее кузова. В результате массы слесарных работ, резкие сварки металла, корпус запорожца был изменен до неузнаваемости. Спереди была наварена абсолютно новая морда с агрессивным дизайном. Сбоку появился дополнительный спортивный обвес, а также стильные расширители колесных арок. Кроме того, была проведена корректировка линии крыши. Такое решение удалось реализовать следующим образом, вместо стандартных задних стоек были задействованы элементы от Opel Vectra. Корма также была частично переделана, автомобилист изготовил собственный задний бампер, в середину которого вывел патрубки выхлопной системы. Отдельно нужно сказать о таком оригинальном решении, как установка дверей бабочек. Помимо работ, связанных с изменением формы кузова, автолюбитель решил усовершенствовать силовые характеристики запорожца. Стандартный двигатель ZAS 968 является достаточно компактным, потому для установки нового мотора автомобилисту пришлось переделывать подкапотное пространство, полностью создав его с нуля. После того, как все изменения в конструкции кузова были выполнены, автолюбитель тщательно зачистил и отшпаклевал поверхность автомобиля, а затем выполнил его покраску. Следующим шагом стало наполнение кузова различными узлами и агрегатами. Силовая установка объемом 2 литра была заимствована у Opel Omega. Парой для него выступила трансмиссия F16. Переднюю подвеску сняли с Deulanos и установили на создаваемую модель. Тормозной системой с автомобилем поделился Opel Vectra. В качестве обуви, автомобиль получил резину на 15 дюймов, причем задние диски были разварены под специальные широкие колеса. Вес созданного экземпляра составил 850 килограммов. Как утверждает владелец спортивного автомобиля на базе Запорожца, его модель всегда вызывает со стороны других автомобилистов неподдельный интерес, а по своим скоростным качествам она не уступает многим иномаркам.